народ всем привет этого видоса вообще не должно было быть я его как-то правда не планировал но совсем недавно я встретился со своим коллегой мы с ним поговорили тут по поводу такой больной темы это частное репетиторство и он не рассказал такую очень интересную историю и я прям очень удивился и хочу вам тоже немного не рассказать в общем он тоже занимается частным репетиторством тоже ездить по домам предоставляет услуги он преподает тоже музыку не буду называть его имени в общем история такая у него уже обучается человек 4 года на инструменте и получается он ему никогда вообще не повышал цену то есть вот она как у него была зафиксирована ценники я тоже не буду называть она как была у него зафиксировано четыре года назад представляете да что было сценами четыре года назад так она у него и осталось но так как в последнее время уже невозможно не повышать до цены за услуги и потому что все идет наверх элементарная еда дорожает и просто ну нереально это все не поднимать ценники он говорит что все я поднимаю ценник на 300 рублей и тут и тут тот человек который у него обучался уже четыре года мне кажется за эти года можно не знаю там сродниться с человеком причем это не маленький какой-то до мальчик как бы это взрослый мужчина как бы ну мягко скажем состоятельный вот он говорит о том что это дорого и он как бы хочет скидку и я тут просто но тоже меня немножко бомбанула потому что у меня конечно таких историй слава богу не было потому что мои ученики они все адекватные совершенно и все 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 понимают даже некоторые сами как сказать предлагаю что ли мне повысить услугу мы все люди и естественно мы воспринимаем все все по-разному я например сначала все воспринимаем эмоционально потом я посидел подумал и понял о том что человек просто не понимает за что он платит деньги в первую очередь человек платит деньги за урок действительно он платит за урок то есть там академический час или там сколько они уже договорились я не знаю первое это труд понятно что мы занимаемся человек за это платить деньги второе второе человек платит за время который репетитор едет 100 из точки а в точку б и эта точка б не всегда в городе а в данном случае ну я точно знаю ситуацию человек вообще едет за город на своей машине то есть он едет не на метро едет не на автобусе а то есть он едет на машине и третье это естественно бензин потому что но бензин с каждым днем тоже все дорожает и дорожает он уже даже мне кстати интересно сегодня 6 ноября он стоит 46 рублей там 20 копеек неважно мне интересно через месяц я посмотрю этот видос и он наверно уже будет полтинник стоить то есть вот это основных три составляющих за что человек платит деньги репетитору самое интересное это то что когда ты предлагаешь приехать ученику к себе да там на точку или я тоже кстати спрашивал своих учеников о том что если я сниму какое-то помещение для того чтобы предоставлять услугу да то есть заниматься с ними музыка и так далее и тому подобное будут ли они приезжают и процентов я не знаю там 70 ответила что нет мы не хотим приезжать потому что но во первых это просто лень вот то есть занятие будет не регулярные так скажем да во вторых это просто элементарное время потому что люди все из разных не знаю там с разных районов да и не готовы даже приехать в центр представляете но например вот и этот человек вот мой друг да и я мы мотаемся вообще везде то есть по области в городе там не знаю только мне кажется осталось еще в москву выехать то я хотел сказать этим видосом меня правда дико бомбанула эта ситуация кстати пишите свои комментарии по поводу этого мне просто будет реально интересно как вы считаете может быть вы с этим не согласны и натолкнете меня на какие-то другие мысли как мне кажется если ты не готов тратить огромное количество времени чтобы приехать позаниматься потом снова уехать домой то просто оплачивай это время тому человеку который предоставляет себе услуги все просто